Вот так. Почту разнёс? Нет, ещё нет. Какая у нас профессия? Почту разносить. Почитать дай что-нибудь. Ну ты, Николаевич, даёшь. У тебя же полная шумка. Я это всё уже прочитал. Да? Ну ладно. Тогда возьми мои. Вот спасибо. О! Поехали! Письма в городок. Поехали! Поехали! А? Это цех такой, такой цех, господин Джонсон. Это есть цех сортировки, корреспонденции сортируют. Ваша фирма будет это автоматизировать, так сказать. Я понимаю, я только не понимаю, почему они так медленно работают. Есть у нас наработочки свои, есть свои ноу-хау. Могут и быстрее работать, могут. Ну так покажи их ей. Пожалуйста. Да. 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 Девочки, вам письмо. Танцуйте. Добрый вечер, господин Гунян. Вам письмо от господина Гундорзева. Поворачивайся. Зачем? Поворачивайся. Зачем поворачивайся? Зачем поворачивайся? Зачем? Ответ писать буду. Письма в городок. Знаешь, Львович, я когда с почты уйду, я в графологи подамся. А почему в графологи? Ну ты чё, это такие люди, это такие люди, они просто вот по почерку, они определяют человека сразу. К примеру, вот, буквы с наклоном, значит мужчина написал. Сильным наклоном, значит сильно пьющий мужчина. А это письмо вообще узбек написал. А почему узбек? Ну что написано по узбеку? Чё ты? Слушай, а про это письмо ты чё скажешь? Про это письмо. Да что ты его нюхаешь? Что ты нюхаешь его? Я же по запаху тоже могу определить очень много. Ой, какой умный, как в этом кино, да? Ты ещё скажи, скажи ещё, Шанель номер пять. Шанель номер пятьдесят четыре. Пятый рост. Письма, письма личные, с почты нашу. Ну-ка, посмотрим, что там солдатикам наши мамульки с папульками пишут. Так, здесь ничего. Так, здесь ничего. Так, вот тут, по-моему, что-то есть. Здрасте. Ну-ка. Ага, очень хорошо. Так, дорогой сынок, посылаем тебе, сынок, десять долларов. Ага. Так, зачеркнём нолик. Что получается? Посылаем тебе, сынок, один доллар. Не, не грамотно получается, не по-русски. А если единичку зачеркнуть? Так. Посылаем тебе, сынок, ноль долларов. Вот теперь правильно, теперь по-русски. А где там письмо? Где там письмо моей мамулечке? Вот оно письмо моей мамочке. Получай. Не знаю, что, сынок, думает у тебя всё время. Как вам мамка? Привет, пожалуйста. Здравия желаю, товарищ госпитал. Так, я на почту иду? Да. Ну, письмо могу опустить. Да не надо, я же сам могу. О, а вот у тебя. Да я могу. Да я, ну, перестану. Боже, обижаешься. Ну, товарищ госпитал, я младший, младший по званию. А я по возрасту, ну, перестану. Ну. Да перестану. Какая-то субординация-то, перестану. Я опущу письмо. О, чайничек, у тебя горячий? Горячий. О, хорошо. Спасибо. А возьму, да? Письма, письма лично на почту. Отпошу я письма. А вот как вот ты думаешь, Николаевич, а у кого вот работа самая тяжёлая? Не знаю. У прокурора. Ну да, у прокурора. Я тут был у одного дома у прокурора, слышишь? Я у него дома сумку с бутылкой оставил. Слышишь, нет? Да, да. Я к нему прихожу, я говорю, слушай, прокурор, я же тебе полбанки оставил, давай сюда. А он мне, отвечает, прокурор, я, говорит, её уже приговорил. Я говорил, прокурор, у милиционеров самая тяжёлая работа. А почему у милиционеров? Послушай, что пишет милиционер. Послушай только. Брат, бывают такие секунды, когда всё решают минуты. И продолжается это часами. Выходи! Выходи, Штеценко! Ты слышишь меня? Мы знаем, что ты там, Штеценко. Выходи! Считаю до трёх. Раз! Два! Ты в этой ширине, ты гадюка такая! Даю выстрел предупредительный! Ты, что ты? Ну! Товарищи, вы что себе позволяете в конце концов? Да что это такое? На самом интересном месте, ебок. Да пожалуйста, не надо мне только... Непонятно. Вот. Открытое письмо правительству. А чё оно открытое? Да потому что я его уже открыл. Давай. Читай. Да ты вслух читай давай, чё ты? Дорогое правительство. А, это же... Это открытое письмо правительству от космонавтов. Ну так читай давай, чё ты? Читай. Дорогое правительство. У нас всё нормально. Радио не работает. Поэтому решили послать вас. Чего... Поэтому решили послать вам письмо. Радио не работает, для письма послать. Мы здоровы. Правда, один иллюминатор треснул. И оттуда сильно дует. А мы заткнули его подушкой. Вот так. А на второй подушке спим по очереди. Горючего мало. Поэтому летим на одном сопле. Американский челнок обещал привезти нам кожаную куртку, две пары джинсов и компьютер. Но денег не хватит. Так что компьютер мы, скорее всего, не возьмём. Целуем. Пишите. Ваши космонавты. Ну что там? Сейчас посмотрю. По-моему, пора готовиться. Подлетаем уже. Я только не могу понять, какая это станция, а? Ну? По-моему, мир, а? Нет. Это салют, потому что у мира погнутая антенна. Здрасте. Это у салюта антенны погнутая. А у мира? А у мира её вообще нет. Ага, мы с тобой там. Ну я не знаю, ну что делать? Надо звонить в центр. Давай. Что ты набрал? Двести восемьдесят семь. Два восемь, семь. Два восемь, семь. Шестнадцать. Шестнадцать. Тридцать три. Шестнадцать, тридцать. Три. Алло! Алло! Алло, это центр? Это центр, алло! Скажи, что это Витя. Это я, Витя! Это центр! Ты что? Ой, извините, я не знаю. Я не туда, по-моему, попал. Что они туда? Алло! Это кто говорит? Говорит СУП! Кто? СУП говорит. Циля, ура, поля. ЦУП! Немедленно стыкуйтесь. Я ничего не слышу, Циля! Я не слышу, нам стыковаться или нет? Я слышу! Немедленно стыкуйтесь. Что делать? Я не слышу ничего. Давай стыковаться. Ну, а как стыковаться? Как? Ну, как? На автомате, вручную. Убери отсюда руки свои! Убери руки! Не трогай руками! Ты стыковался уже вручную? Ты уже один раз стыковался! На автомате! Что в автомате? А где кнопка? Где кнопка? Я не знаю. Ну, была же где-то кнопка. Ну, как не знаю, где кнопка? Не нервничай, не нервничай. Я уже... Знаете, где-то была здесь она? Тьфу! Чёрт! Вот же я на ней сижу. Извини. Давай. Ну что, нажимать? Нет, подожди. Ну, нажимать? Нажимаю. Я нажимаю. Не надо меня пугать! Не надо! Нажимай! Я нажимаю. Всё. Станция Салют. Осторожно! Двери не открываются. Следующая станция Мир. Хочешь быть счастливым? Напиши в городок. Реклама. Говорят по-немецки. Ганс, посмотри, как там русские. Сейчас посмотрю. Йохан, быстрее иди ко мне. Быстрее, Йохан. Йохан, русские солдаты выбросили белые флаги. Наверное, они капитулируют. Нет, Ганс. Это вовсе не белые флаги. Ребята из разведки говорили, что вчера к ним приезжала тётя Ася со своим отбеливателем. Письма замечательных людей. Из архива неизвестного почтальона. Скукотиша... Чё б такого придумать? Чёрт! Ну, грозно я или нет? И вам, и али нет. Эх... Всех ущучу. Всем кров пущу. Хм... Писеть! Писеть! Кому, батюшка? Да никому, холоп. Писать мне надо вновь. Указ писать буду. Пойди сюда. Ты кто будешь-то? Думный дьяк я, батюшка. Из думы. Ну и чё в думе делаешь? В царь-колокольчик я звоню и буяр на заседание собираю. И всё. Дума, звон, значит? А, значит? Ну вот, бери пирог. Пиши указ. Мы. Царь всея Руси. Иван Грозный. Сегодня. Повелеваем. Таким ты, говоришь, работаешь? А вот в думе. Вот. Чем ты и сказал сейчас? А, в думе? Ага. Вот и пиши. Повелеваем. Думу, значит, разогнать. А всех буяр схватить. И повесить. За что? Хватит. Что? А за что, схватит? Зато и повесит. Письма замечательных людей. Из архива неизвестного почтальона. Здравствуй, любезная моя супруга. Жозефина Луиона. Во первых строках своего письма передаю привет теткам моим Жоржетте, Лизетте, Снохе Жульетте, а также кузенам Жану и Полеу Бельмандам. Пишу тебе, Жозефина Луиона, из варварской страны. Вчера допросил местного партизана. Глуп как пробка. Не зря их называют дубина народной войны. Живу я сейчас в Москве, но боюсь, что больше трёх месяцев не продержусь. Очень дорого, блин. Остаюсь навеки твой супруг, Боня Энн. После словия. Надоела мне эта Москва, чтобы она горела. О, ценная бандероль. От кого? От спонсора. Читай давай. Когда вы получите эту баночку, выпейте её, купите ещё 10 таких же баночек и разошлите по 10 адресам. Если вы так и сделаете, то нам будет счастье. А почему нам? А наш же спонсор. Спонсор программы «Городок» компания «Браво». Марки нужны. Ну, это смотря по какому курсу. Да по какому курсу, чё ты? Просто так. Вот, марки с картинками. Товарищи крестьяне, пожалуйста, побыстрее. Подтягиваемся, товарищи, подтягиваемся. Ну, что, все в сборе? Да. Товарищи крестьяне, скажите, а есть ли среди вас крамотные? Нет. Я не понимаю, товарищи. Неужели никто из вас не может даже прочитать письмо Ленина к крестьянам? Да, ну нет, нет, нет. То есть, товарищи крамотных, вообще нет? Да нет. Ай-яй-яй, товарищи крестьяне. Художник Маузер. Большевики ликвидируют неграмотность. Спецгашение. Давай. Е-мое. Мы ж с тобой всю почту разнесли. Есть такая профессия, дружище. Почту разносить. Ах, как хочется.